Приветствую зрителей моего канала Тот кто внимательный Смотрел видосы Старые особенно По двигателям Deutz Кто вообще этой темой увлекается Подобного Раритета В общем вот этот вот мотор Он у нас был Пятый год уже пошел В 2012 году Мы его в конце года сделали Отдали заказчикам Где-то через пару месяцев Они к нам обратились У них пробило Кольцо Под головкой блока Там как таковой прокладки нет Там стоит металлическое кольцо Тоже самодельное Мы делали Потому что куда деваться На него запчастями вообще была беда Поменялись Ну сделали мы там это кольцо Опять изготовили заново Поставили То есть снимали головку Восстановили Восстановили газовый стык Отрегулировали клапаны Два месяца он у них работал Работал Масло они не меняли В общем фильтра тоже самое не меняли В общем сделали мы им обслуживание И отправили Так сказать в добрый путь Чтобы они работали Следили за мотором В общем делали все необходимое Чтобы двигатель Выполнял свою функцию Он Выполняет Роль В общем крутит Крутит Некий механизм В бочке В которой варится гудрон В общем перемешивает Или что то типа того Поставили мы им манометр Манометр от манометра Естественно ничего не осталось Манометр убили в хлам Просто Да Чтобы они следили за давлением В общем на протяжении всего этого времени С мотором никто ничего не делал Они тупо его эксплуатировали Вот он был рыжий Мы его покрасили Он был красивый такой Видно во что он тут превратился Может на него даже перекрашивали Сложно сказать В общем краска слезла Потрескалась В общем вид у него просто печальный Ну получается более 4 лет Они его насиловали Ничего В нем ни масла Ни фильтра Ничего не меняли Просто Ну вот Кстати проглядывается краска Которую мы его красили В общем ничего Они в нем не меняли Как он отработал Такое количество времени Я вообще удивляюсь Честно говоря Двигатель Ну если кому будет интересно Посмотрите Ссылочку я приложу К процессу Ремонта Делали мы Буквально Восстанавливали Из ничего Потому что Ни запчастей Ничего Но запчастями Конечно беда была За границей нам Немножко помогла В этом вопросе Прокладки Прокладки с завода Заказали Клапаны Делали С другой модели Мы переделали По-моему С 10-11 Тоже Дойц Вот Направляющие Изготавливается Распредвала УАЗика Гнезда Тоже делали Из Камазовской Промежутки Вот Вкладыши Там подошли С какой-то Другой модели Дойца Коренные Шатунные В общем Нашли мы их Распылители Тоже подобрали Они там На более поздние Модели Стались Это где-то Двигатель этот По номерам Идет как Ну Выпуск Где-то 60-х годов По крайней мере По номеру Где-то так Вот бьется Это F2L 410 Мотор Вот Гильзы Мы там тоже Случайно От одного Клиента Досталась Гильза Тут уже Стояли Ремонтные Поршни Как оказалось Кольца Подобрали С компрессора С какого-то Воздушного С грузовика То ли МАН По-моему С МАНа Да Вот Один Цилиндр Мы расточили Поскольку Он у меня Оказался Стандартный Тоже там Двигатель был Только одноцилиндровый Нам принесли Бросили его Тоже там 60-х годов Ну Цилиндр Сохранили Оказывается Потом он Пригодился Потому что Здесь Поршневая Была Мертвая Ну Родные Поршни Мы оставили Потому что Они Ну С ними Вообще Беда Там Запрос Мы сделали В 12-м Германии Ответили Цена За поршневую Это Гильза Поршнем 1800 евро Ну Понятно Кто будет Такой мотор Делать За эти Деньги Это еще Без Заставки Это Закупочная Цена Всего Этого Дела Умножить На 2 Плюс Доставка Плюс Так сказать Наши Проценты В общем Было Невыгодно В итоге Вот Один Цилиндр Как я Сказал Расточили До Ремонтного Размера Второй Цилиндр Принято Было Решение Перегильзовать То есть Мы Перегильзовали Воздушную Гильзу Поставили Новые Кольца Вкладыши Втулки Шатуна Распылители Насосы Никто Не Проверял В каком Они Состоянии Были В общем То На Удачу И Также И Масляный Насос В принципе Никто Не Менял Потому Что Где Взять Этот Насос Ну В общем Вот Такое Иногда Делаешь Сомневаешься В том Что Это Будет Работать А Это Работает Долгие Годы В общем Получается Уже Говорю Как Я искал Больше Четырех Лет Мотор Работал Просто Не Переставая В общем Сейчас они Приехали У них Пробило Опять Это Кольцо Будем Поднимать Головки Смотреть Их Состояние Также Посмотрим Состояние Форсунок Поршневую Группу Так Оглядим Но Вниз Не Планируем Лезть Пройдемся По верхам Я думаю Что Это Достаточно Будет Манометр Опять Новый Поставим Масло Поменяем Фильтра Там Топливный Масляный Фильтр На этом Двигателе Присутствует Вот Такой Нонсенс Тут Бывает Мотор Вылизываешь Делаешь Чтобы Он Работал Идеально А Он Не Работает А тут В принципе Были Большие Сомнения В том Что Этот Двигатель Долго Прослужит А он Работает И Работает Как Такое Бывает Всегда Удивляемся Да Такие Случаи Бывают Такой Вот У нас Очередной Геморрой Зачеркиваем Читаем Раритет Все Всем Спасибо Кто Смотрел Это Видео Не Забывайте Оценивать Вопросы У кого Есть Задавайте Отвечу Без Проблем Кому Интересна Эта Тема Подобных Старичков Ну Подписывайтесь На Новое Видео Кто Еще Не Подписан Все Всем Спасибо Всем Пока